здорово я только начинаю я только начинаю сегодня всего лишь четвертый выпуск четвертый день я только разгоняюсь дальше больше дальше больше сегодняшняя тема книги которые изменили мою жизнь не знаю точно сколько я сегодня зову но будем ориентироваться на четыре штуки поставим себе такое ограничение первые две это автобиографии точнее просто биографии третье сейчас вы сами все узнаете первая книга это биография илона маска человека просто он за гранью реальности я начал им вдохновляться когда узнал о тесле не а я как как только увидел эту машину у меня сразу просто что-то в сердце ёкнуло что-то какое-то тепло было я увидел и понял это мое это мое и мне захотелось побольше узнать об этом человеке я прочитал биографию его и оказывается до тесла он организовал точнее сначала создал потом продал две компании и на деньги с вырученных компаний он уже основал теслу вложил туда все рискнул всем но как видите ему это довольно таки хорошо удалось сделать очень круто человек просто легендарное сознание расширяется от его величины его мысли это ну ну вообще вторая книга которая по совету из книги лана маска была прочитана мной это автостопом по галактике это его любимая книга которая вдохновляется и ну именно она сильнее всего повлияла на его личность то есть автостопом по галактике это не какая-то бизнесовая литература это художественная литература но это очень очень сильная художественная литература очень легко читается буквально там за пару вечеров можно в спокойном темпе легко ее осилить ну это это круто это круто третья книга это биография стива джобса такая же неординарная личность как и илон маск но неординарный по-своему очень интересный в некоторых моментах особенно в его отношении к питанию тоже нашел очень интересные моменты в отношении принципе к миру к управлению бизнесом к общению с людьми в принципе его характер он очень очень близок был в один промежуток времени он и на эта книга могла мне очень очень помогла в один промежуток времени то есть тоже очень рекомендую ее четвертая книга точнее серия книг и автор автор самое главное это вадим зеланд и книги трансферфинг реальности вот это просто расширяет сознание отвечая просто расширяет сознание трансферфинг реальности это книга после прочтения которой жизнь уже точно не будет прежней по крайней мере отношения к этой жизни не будет прежней ты наконец-то поймешь почему процессы которые ты думал что они происходят случайно на самом деле происходит совершенно не случайно и ты начнешь их контролировать ну или по крайней мере будешь пытаться их контролировать осознание жизни осознание реальности благодаря трансфингу ну это это вообще это за гранью я перестал злиться на людей перестал обижаться на людей перестал обращать внимание на людей которые мне неприятны и жизнь реально стала другой сейчас для меня это норма жизни но если отмотать на полтора года назад это ну вообще такое состояние непередаваемо наверное все все книги которые их на самом деле даже больше давайте пятую пятую назову еще это харуки муракама о чем я говорю когда говорю о беге это книга не про сам бег а философию бега именно философии бега я ее прочитал когда готовился к марафону и она прям не то что вдохновила меня она поняла она дала мне понимание философии бега что это не просто ты передвигаешь ножками чтобы пробежать какую-то дистанцию это это о другом это это совершенно о другом не буду спойлерить но там есть очень крутая цитата который мне очень сильно запал и благодаря ей не только благодаря ей но она сильно повлияла мне когда бежал марафон харуки муракама сказал что я не хочу чтобы на моем надгробии написали точнее наоборот он сказал я хочу чтобы на моем надгробии написали так и не перешел на шаг то есть это был его принцип что неважно как как 90 летний дедушка по два метра в десять секунд но я буду бежать а не идти и именно этот принцип помог мне пробежать марафон что я так и не перешел на шаг вот такая небольшая подборка из пяти книг чисто это вкусовщина чисто вкусовщина вы можете сказать что ой артем илон маск стив джобс это слишком попсовые персонажи может быть но их роль в истории она не меняется вот это была моя подборка мои рекомендации поэтому читайте и до скорой встречи до завтра